Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Он призван привлечь внимание общества к этому опасному заболеванию. Да, так главный повод еще раз поговорить об основной инфекционной причине смертности в мире. Марьяна Кутукова продолжит тему. Туберкулез – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Основным источником возбудителя является человек, больной легочной формой туберкулеза. В большинстве случаев больные туберкулезом долгое время не подозревают о своем диагнозе. Месяцами и годами люди не получают должного лечения, думая, что это обычная простуда. Я вообще до этого думала, что туберкулез не касается вот таких людей обычных. Я думала, это асоциальная вот эта болезнь. Ну как, обычно ей болеют алкоголики или те, кто в зоне сидят. Но сейчас я поняла, что туберкулез можно везде подцепить. Если ты этой болезнью заболел, не депрессировать, то есть не относиться к этой болезни, что это что-то такое страшное. Все-таки сейчас 21 век, туберкулез это излечимая болезнь. В нашей республике основные эпидемиологические показатели по туберкулезу остаются несколько выше, чем по стране. В 2016 году в Якутии заболело более 600 человек. Но стоит отметить, что за последние годы наблюдается стабильное снижение на 5-10%. Своевременно при появлении признаков заболевания, это при туберкулезе такие признаки, как длительный кашель в течение 2-3 недель, слабость, некоторое повышение температуры, похудание, потливость по ночам. Они обязательно должны обратиться к своему участковому терапевту, участковому педиатру. Они проведут дообследование и если будет выявлено подозрение на заболевание туберкулезом, в этом случае эти лица будут направлены на дальнейшее дообследование противотуберкулезное учреждение. Надо сказать, что противотуберкулезные диспансеры у нас сохранены во всех наших районах. Одной из самых эффективных мер по борьбе с туберкулезом является его раннее выявление. С этой целью сегодняшнего дня в республике объявлен месячник профилактики и борьбы с туберкулезом. В это время любой желающий сможет пройти бесплатную флюорографию во всех поликлиниках.